Для тех, кто в записи смотрит, огромный привет! Это 10-я юбилейная часть трансляции Тирани. Пытаемся пройти игру на максимальном уровне сложности без сейвов. Это своеобразное слепое прохождение, ну то есть я не знаю, что будет дальше, в этом и прелесть. В конец прошлой трансляции был классным, финальный там... Ну короче, вырезали мы тут сопротивление, 17 человек. И в конце я думал, что не выживу, потому что меня заперли вот в этом загоне для свиней. Скриптовые скоты, 8 человек, а нас четверо, и мы после... Ну короче, было тяжело, но справились. Сейчас по квесту, давайте вспоминать. Во-первых, Охотник с реликвиями... Нет, Средоточие власти это общий квест по присоединению новых шпилей. В шпилях у нас двух текущих... Стоимость обслуживания, ничего себе. Библиотека, кстати, библиотека. Это важно, через один день библиотека. Можем туда, кстати, наведать сразу же. О, ничего себе, что там что-то? Чатику привет отдельный, Рихтар говорит. Не фейковый старт, не, не фейковый старт стрима. Можем пропутешествовать, на самом деле, в библиотеку вот в этом. В распуте Литианы. И... Потому что, когда я дойду, библиотека уже достроится. Мне любопытно, в принципе, что там происходит в этой библиотеке. Поэтому давайте вместо того, чтобы идти дальше в Ржавые Каньоны и искать этот меч, я лучше три дня вот в шпиль свой прогуляюсь. Плюс, может быть, удастся кому-то что-то там накинуть в плане знаний. Хотя вряд ли, вроде, левелапов мне не было после этого сражения. Да, между шпилями, конечно, телепорты эти мгновенные. Ну что, сегодня поздновато мы с вами начинаем, потому что я только в 8 часов вернулся, и потом еще чпшечка маленькая произошла, но ничего страшного. Мне обещали библиотеку. Мне обещали библиотеку? Где моя библиотека? Построю библиотеку. Сейчас осталось три дня, понимаете, что это такое? Построю библиотеку, вы сможете исследовать. Я хочу построить библиотеку. Мне писали один день. Это как, знаете, стройка стадиона какого-нибудь, типа Зенит. Сроки все увеличиваются и увеличиваются. Как быть? Как быть? Ладно, я тогда поговорю с местными, узнаю. Управление огнем. Управление эмоциями. Привет, Джоки. Может быть мне тогда... А ты кто такая? На продажу. Да-да-да, это посох. Сигилов много, но я их брать, наверное, не буду. Можно к распорядителю подойти. Как продвигаются исследования. С гордостью сообщить. Три свитка мне сдал. Изучить. Безмолвный архив. Тертежи новых артефактов. Тертежи новых исследований щитов. Рецепты взяли предметов. Давайте безмолвный архив. Тут как раз серьезные требования. Вот тут потренироваться, да? Хитро уме волшебный посох. Не густо. Не густо. Это обслуживание, оно сразу построилось. Понятно. Поговорим о магии. Силы камней истощения. Ясно, жалко. Я думал, что мне можно будет знание. Пока ничего. Я к этому Квелосу захожу. Захожу. Он все говорит. Ничего пока. Приходи позже. Холодом, молниями, огнем. Можно, конечно, качнуть кому-нибудь исключительно вот знание по огнем, огнем, огнем. Можно знание апнуть. Почти левел, что немаловажно. Тут знание макс. Можно брать какой-нибудь... О, можем взять, например... Давай управление огнем прокачаем до 75 максимум. Тоже хорошая вещь. Правильно. Все равно знание прокачать не можем. Здесь мы были. Сейчас надо только посмотреть, может, еще Атлис может толковое что-то изучить. Ну, тоже огнем, молнией или... Знание она, кажется, не может, да. Она уже училась на этом левеле, поэтому никак. Ну, потянули немножко опыт. Почти уже 14-й левел усерен. Великолепный танк. Очень она мне, конечно, нравится. Уже в два голоса поет. Молодец. Так, и сейчас мы идем по квесту Охотник за реликвиями. Ваши поиски Матиаса и его... Или Матиаса и его знания об артефакте Бесстрашном продолжаются в Ржавых Каньонах. Вы слышали о том, что глава повстанцев отправил в этот район солдат Несломленных под командованием Элли. Вот, к сожалению, есть какая-то... Есть Несломленные, новая фракция. С ними можно там было закорешиться. Появляются какие-то персонажи типа Элли с Татушкой. Их наверняка из-за хреновой репутации я не смогу к себе присоединить. Да, конечно, за гнев ты тоже там... О, минус один к броне. Хорошо. Ослабление в течение полминуты. Оглушение. Неплохо. Поражается ли ударом негативной энергии, оглушая на долгое время ослабленные... Вот, хорошие обилки. А здесь что? Испуганно врагов. Удар силой. Может быть, даже гнев повыгоднее в плане обилок был бы. Посмотрим. Солю, чатик. Джоки, здравствуй. Здравствуй. А зачем все-таки было провода резать? Она полагалась, что это телевизионный кабель. Вот. Предположение оказалось неверным. Пострадал ножик. Проводка. Хорошо в холодильнике не пострадал. Так, и мы в новой локации. Достаточно большой. Продвигаемся аккуратно вперед. Магия Кайроса лишила жизни столь многих, а мы смеем противиться такой силе. Тут и там, между камнями, можно найти останки солдат, убитых Эдиктом. Кайроса волшебные ветра иссушили и развели их плоть, оставив оружие доспехи ржаветь и покрываться пылью. Да, место, конечно... Не назвать его живописным, но... Ой. Что с вами, ребята? Ему плохо. Несокрушимый клинок. Солдат Несломленных пытается подняться на ноги. Из плеча у него торчит стрела. И еще одна застрела к бедре. Он пытается приподняться, но его мускулы слишком ослабли. Ты в порядке, солдат? Он оборачивается с недоуменным выражением лица и щурится, очевидно, с трудом вас узнав. С таким ветром я не смогу отличить врага от друга. Если у тебя в сердце хоть капля жалости, умоляю, спаси меня. Прежде чем он успевает сказать что-то еще, до вас доносится металлический ляск приближающихся шагов. Опальные, скорее всего. Да. Там столько трупов наверху у бойни было, и опальные тоже по... Теодор! Солдат опальных спокойно подходит с запада. Он осматривает уязвимого южанина, презрительно скривив рот, и неодобрительно качает головой. Слабый и искалеченный. Пленников ловить неинтересно. Твой побег был смелым, но ужасно глупым. Он поднимает свой меч и направляет его в сердце несломленного, готовясь пронзить солдата, приколов его к грязной земле. Немедленно прекрати! Он хмурится, покосившись на вас. Ты нет. Ты же не тот вершитель с осады гребня. Может, я и согласился бы подчиниться твоей власти, но только не теперь, когда ты обернулся от генерала. Я всех предал. А сейчас я повинуюсь только его приказам. Одним быстрым движением он погружает меч в сердце мужчины, прикалывая павшего солдата к покрытой ржавчиной земле. Солдат опальных смотрит в сторону лагеря несломленных. Даже по голосу ясно, что он в отчаянии. Его взгляд скользит по вам, затем вновь по стенам. Теперь это твои союзники. Ой, да ладно. Все-таки с Элией можно подружиться, наверное. Ну, Бзира, привет. Локи, здравствуй еще раз. Давно не виделись. Да, Элия, изменники и нечестивцы, которые скорее падут, чем выиграют войну. Теодор качает головой. Лучше открой ворота. Ты так хоть достоинство сохранишь. О, у них там лагерь, прикольно. Элия, вы видите женщину, которая решительно подходит к краю платформы, установленной на стене. Она поднимает копье и швыряет его в Теодора, тихо выругавшись, когда оно ломается об камне. Криво. Как же мне надоело слушать тебя. Иди уже к кому-нибудь в другую крепость и вопи там. И хватит гонять безоружных пленников. Ты меня этим не впечатлишь. Может, дамочки на севере от твоей храбрости и трепещут. А мне это говорит об одном. У тебя в гульфике так же пусто, как и в черепушке. Заметив вас, она поднимает бровь. По-моему, мы не представлены. Она сплевывает через край стены. Куртуазненько, ничего не скажешь. Я дал тебе шанс сдаться и стать рабыней в моем лагере, Элия. Когда я посажу тебя на кол, вспомни, что у тебя был выбор. Он бросает на вас пристальный взгляд и отступает. Короче, тут ко мне все недобро относятся. Ну и друг с другом, видите какие. Он бросает на вас пристальный взгляд и отступает. Ветер тут же скрывает его следы. О, лут. Опа, сразу лук. Опа. Точность, скорость. На минус пробивание брони. Охотничий короткий. ДПС хороший, точность да, но нет. То есть, если у противника не будет защиты в плане пробивания брони, он, конечно, хорош. Потому что быстрый и с хорошим уроном. О перчаточке. Легкие кожаные рукавицы. Отражение, восстановление, меткость. Ну там проворность у моих перчаток. Это просто хорошие перчатки. Надо их сравнить, конечно, с текущими. Но маловероятно, что они их заменят. Восстановление не сильно. Меткость 6% да, но... Здесь точность в дальнем бою десяточка. Это... А вот что лучше, 10 точности или 6% меткости? Зависит, наверное... 6% в данном случае это от 160, скорее всего, берется. Правильно? А мы можем поставить, посмотреть. 150. Не, не считается почему-то. А, нет, две разные характеристики. Стоп. Меткость попадания. Задевание. Там 6-12 меткость меняется. И навык нападения, соответственно, меняется. Собственно, нападение сравнивается с уклонением. А меткость... Меткость... Определяет вероятность повысить результат атаки на одну ступень. А, ясно. Промах станет задеванием. Задевание попаданием. Я не знаю, насколько критично. 6% Но, наверное, оставлю новый, потому что там еще и... Несколько скорость увеличивается. Вопрос в следующем. Либо мы меняем лук. Но вот какой менять лук? Длинный или уникальный? Потому что уникальный тоже нифига броню не пробивает. И хорошо бы мне... Один такой, один такой. Либо забивать на пробивание брони просто. 6. Все равно у него урон больше. На 7 причем. И точность выше. Да, просто меняем один лук на другой. Да. Что там? Что, что увидели? Осматриваем подходы к лагерю для начала. Раз тут в телеге лежит два классных пред... Опа! Опальные. Тут их небольшой лагерь. Теодор. Бегун. Они пока не настроены негативно. Ай, может, поторговать даже можно с ними. Еще перчаточки. Нарочи дворянина. Скитываем нафиг. Ну, надеюсь, что... И пленники еще. Теодор. Лейтенант поднимает меч и, прищурившись, рассматривает вас сквозь пелену сильных ветров. Стой! Кто идет? О, это ты, вершитель судеб. Жаль, что тебе пришлось стать свидетелем этого грубого разговора. Элия и ее соратники причинили мне немало неприятностей. Другая порция, партия, банда опальных не разговаривала практически со мной. Они сразу напали восьмером. Поэтому от этих товарищей я все равно жду... Элдор, добрый вечер. Подвоха жду. Он хмурится и крепче сжимает рукаютку меча. Как правило, я бы с радостью приветствовал служителей суда, но Аша сказал мне остерегаться предателей, иступающих на нашу территорию. Ох, тут сразу атлетика хитроумия. Ржавые каньоны наши. Мы сокрушим так называемых несломленных во славу генералу. Если ты намерен стать у нас на пути, то по приказу Ашу у меня не будет иного выбора, кроме как прикончить тебя. Блеф. На основании полномочий, предоставленных мне как вершителю судеб, в настоящем я объявляю, что отныне ржавые каньоны принадлежат Тунану. Подчинись или умри. Если кто-то из вас сомневается в том, что вы стоите против меня, уходить сейчас, трое шанса не будет. Да, хитроумие. Раз. Гнев увеличивается. Благосклонность Тунана увеличивается. Он молча смотрит на вас несколько секунд, чтобы понять, закончили вы, а потом прочищает горло от пыли. Ну, я не считаю себя искусным правоведом, но это все похоже на дерьмо звериное. Несмотря на свои слова, его сморщенный лоб говорит о том, что его одолевают некоторые сомнения. Если бы мы стояли перед адъюдикатором, уверен, ты бы смог найти какой-то дурацкий прецедент, который оправдывает твой ход. Лучше нам скормить твои кости бури, прежде чем у тебя появится такая возможность. Ну вот, можно было поторговать. Со спокойной улыбкой на лице он дает знак своим солдатам идти в атаку. Ну, во-первых, эта торговка Анвен, она не стала врагом. Это хорошо. Ёпарес, это какие характеристики у него конские. Второй хороший момент, что их тут не 8, а всего 5 человек. Но на этом хорошие новости, наверное, все-таки заканчиваются. Так, танк стоит хорошо. Эту сюда по другу. Этих сюда. Или чуть ниже отступить. Тогда правый пойдет сюда. Надо сделать, надо отступить чуть позже, когда он... Ну, вот так вот, наверное, да? Или вообще ниже. Ниже узких проходов нет. Да, вроде все пошли. Хорошо. Тогда... Тогда я предлагаю Средоточиться на этом товарище. Это раз. Ты кастуй сразу же что-нибудь укрепляющее. Либо... Либо огненный шар контролющее. Так, ты так. Давай пока комбо сделаем. Фаербольчик. Попадает мне в фугу. Справа находится неустойчивый... Этот... Жрец. Скаловержец. Оглушение срабатывает очень хорошо. Дальше, наверное, все-таки сделаю вот... А ты что? Статический разряд. Надо отсюда валить вообще. Я, наверное, свалю вот так вот. И буду отстреливать того упыря фугой. Тут комбо сработало на... Так, эти все в фугу целятся, да? Ладно, давай сделаем контроль. Скорость перемещения. Это два. Тебе бы сделать что-нибудь... Что-нибудь, что-нибудь, что-нибудь... Типа электрошока для дальнейшего оглушения. Или... Или все-таки... Далековато. Я подойду поближе. Не так полетел. Ладно, давай вот так вот. Как раз. Бобер не скастовал, к сожалению. То, что хотел. Ну, потому что не закончилась, видимо, комбо. Что ты делаешь? А, вот так надо сделать. Ну, тогда я по своим попаду. Беда. Нет, давай лучше... Ты сначала сделаешь то, что можешь сделать. Без подходов. Вот так вот, наверное, молнию. Раз. Так, ты, подруга, докастуй колесо бури. Почему-то бобер у меня все равно не аллен. Делает всякую фигню. Ладно, пусть ослабление будет на танка нашего. Пофиг. Или вообще использую вот эту вот обилочку. Там замедление жестче. Из предмета. Только надо, наверное, ее поставить вот как-то так. Так, фуга уходит. И к ней пошел этот упырь. Надо хромату сделать. Вообще лучше чуть-чуть отступить. Так, отстрелялись пацаны. Молодцы. Замедление пошло. Можно уже наносить урон, пока есть такая опция. Так. Дальше мы берем, например, электрошок для большего контроля сюда. Хотя вероятность попадания довольно маленькая. Но высасывать жизнь. Призрачной стрелой можно мочить этого основного Теодора. Тут хромота. Ой, лук у тебя такой еще. Рейндж не очень. У того лука была хорошая тема с... Так, зажигаем. Ну, здесь все ок. Все все кастуют. Все молодцы. Метеор еще пошел. Тут под хромотой еле-еле бежит. Еле-еле. Можно попробовать поднять кого-то, опустить. Наверное, Теодора надо, потому что... Он как раз может подлечить народ. А мне это совсем не нужно. И удержание. Нет, удержание не подействует. Давай лучше погибли. Нет. Уже откатилась. Уже откатилась, кстати, обилочка. Как они называются там... Ну, короче, напели мы 7 куплетов, 7 фраз. И можем сделать уже ошеломление сбивания с ног по этому конусу. Танцам нашим. Танцам нашим. Ну, тут все хорошо. Работаем. А что у него по пирсингу? Никакой. Только броня 8. Так. Бобру необходимо. Что необходимо бобру? Что-нибудь типа шаровой молнией зарядить. Танцам на троих. Ошеломление сбивания с ног. Все, срабатывает. Продолжаем. Я подошел еще вот так вот и сделал... Усиление хаоса. Тоже урон. Хороший контроль. Один уже помер. Как вы видите. Это просто замечательно. Приступаем к следующему. Вот этого бы, конечно, надо было убивать. Но я так до него и не достал. Так. Хаос пошел. Фуги достается немножко. Может быть, имеет смысл ей... Себя подрегинить. Имеет смысл в нее... На нее кистану чит. А тут все равно мы справимся. Вдвоем. Подходим. Кастой. Так, а можно здесь, кстати, закомбить после щита. Подхожу просто. И комбо давай делаем. По этому лучше. У него меньше здоровья. И он, наверное, все-таки поопаснее будет. Поехали. Подбрасываем его в воздух. И три выстрела. Раз, два, три. 34, 38, 36. Ну, нормально. Нормально, нормально. Что еще можно сделать? Давай электрошок. Это опыт контроля, мстаганца. Ноги. Вопрос исключительно времени, когда мы с ним соберемся. Раны вроде не получаем. Хэдшотик давай. О, сбили с ног. Прикольно. Так. Этого надо как-то... Как-то подконтролить, что ли. Может, Стаси сделаем на него? Он тут совсем лишний. Хотя... Если... У него тоже ХП не так много. Я думаю, что надо ОЕ просто работать. Оглушение прошло. Зажигаем это, лукаряем. И заморозка сейчас нападает. Привет, Каран ДВВ. Спасибо тебе. Горят. Оп. Оп. Но... Наверное, имеет смысл пропить сейчас бобром, чтобы раны не получить. Да иначе получается... Придется мне... Хотя... Осталось-то мало ХП. Может, еще выстоим, а? Выстоим, скорее всего, да? Ставить. Я тяре уже... Один минус. А, нет, не минус. Я поторопился. Откуда я... Ой, Лайвлап. А как я ХП-то получаю? А, наверное, работает все еще... Скорость передвижения. А что, что, почему я ХП-то получаю? Потому что обилка ХП от нанесенного урона, она уже закончиться должна была. Может быть, это какой-то... Что-то с песней связано. Скорость продвижения. Непонятно. Саня, КГН, тебе тоже привет, конечно же. Так, у танка, у нашего. У танка, у нашего. Опять же, выбор между двумя обилками. Наверное, пока здоровья буду. И здесь надо думать. Какой из этих двух выбирать. Медленный темп замедляет песню, увеличивает длительность каждого... Каждого... Станца. Короче, мне нужно к вдохновению прийти. Это 20 опыта. И самое главное, две бонусные ячейки заклинаний. Для этого нужно еще одну потратить. Ария Диссонанса, союзники к броне. И от... Минус 10% урона. Нет, давайте все-таки медленный темп сделаем. Ей наверняка можно этот темп где-то выстраивать. Да, пожалуйста. Быстрый темп. Медленный темп. Не знаю, тут что эффективнее. Надо просто смотреть, что важнее в данный момент. Тянуть эти станции. Или чтобы они быстрее менялись. И, конечно же, с этим надо расправиться. Все, сколько уже можно. А, еще согрились на... Почему она... Почему она умерла? Справа... Справа остался один только маг. Хромота на него. Выстрел на него. Здесь... Удержание сделаем. Боем. Оглушили. Взрыв. Еще урон. Можно попробовать... А, давай шаровую. Здесь тоже. Кастуем, что можем. Долго мы не добиваем, конечно. Шаровая пошла. Минус один. Блин, а как бы Бёрта вообще не получил... Ранение еще ни разу. Удивительное. Мы уже хп опустились до... Нет проблем, босс. Есть. Остался последний. Ну, я пытался. Я пытался обмануть их. Пытался сделать так, чтобы они не атаковали. Но, увы... Увы. Быстрый темп, это еще быстрый набор дыхания для билок. Всегда в этом плане хорошо. Это важная вещь. Согласен. Ну, собираем лут, общаемся вот с... Ой, она ушла куда-то. Вы видели? Была здесь подруга, которая... Я только сейчас трех пленников вижу. Торговец здесь был. Все, от торговца осталось только сыр до... До фрукта. Хитро. Открываем. Из клетки побитый, изможденная фигура шепчет вам. Мы можем идти? В пленник. Это чей пленник? Не сломленные. Гнев ноль. Да, давайте попробуем с ними все-таки подружиться. Вы свободно возвращаетесь к своим товарищам. Наконец-то! Вздыхает один из пленников, который толпится у выхода. Я уже думал, что нас точно отправят в свечные горы. Он произносит еще один, выбираясь из клетки. Когда пленники поворачиваются, чтобы уйти, последний из них хватает вашу руку и говорит. Спасибо, незнакомец. Если бы не ты, я... Меня пугает даже мысль о том, что могли с нами сделать. Но благосклонность-то увеличивается. Где? Это были не сломленные. Вот... Извините, Кэнт. Кидалы! Подождите, где моя репутация? Слышите, ребята? Хорош! Сколько тут лута. О, я буду... Я буду ржать, если на меня все равно будут нападать. Это такой провал будет. Капитан Несломленных смотрит вниз с высокого помоста, поставив тяжелый ботинок на голову топора. На головку топора. Воткнутую в деревянные планки. Она берется за рукоятку при вашем приближении. И кто к нам пожаловал? Ее выражение резко изменяется от внезапного узнавания. Ты ж тот мудак, который напал на Агатона в сумречном бастионе. Нам нечего сказать друг другу. Либо ты любимая подстилка Грэйвена Аш, либо просто любишь убивать хороших людей. В любом случае, для меня ты кучка звериного дерьма. Чтобы здесь не произошло, Несломленные вернут твердыню часовых и выгонят всех вас, северных дерьмоедов из Яруса. Я скорее умру, чем позволю Кайросу править оплотом. Ты и представить не можешь, на что я готова пойти, чтобы этого не допустить. И варианты ответов такие, что как бы перспектив ну вообще нет. Ты действительно веришь, что можешь победить? Твоему лагерю сегодня конец. Сдавайся, если не хочешь. И нейтральный второй вариант. Слышал, ты занимаешься поиском артефактов. Получилось что-нибудь найти? Да хрен твоей бабушке. Элия хлопает себя по колену и смотрит на вас широкой хмылкой. Ты не на той стороне в этой войне, чтобы о чем-то меня спрашивать. Ты действительно веришь, что можешь победить? Пусть я умру... Ну все, один вариант остается. Пусть я умру сегодня, и оплот еще на одно поколение останется пустошью. Но наш народ будет помнить. Эти воспоминания пробудят жажду, которую можно утолить только кровью твоего владыки. Уже одной этой надежды достаточно, чтобы я не покорилась. Могу ли я победить? Наверное, нет. Победит ли оплот? Однозначно. Твоему лагерю сегодня конец. Сдавайся, если не хочешь, приговорить своих солдат к смерти. Гнев увеличивается. Зачем я этих несломленных спасал сверху, Господи? Твоя угроза бессмысленна. Я готова умереть за наше дело. У меня нет никаких заблуждений насчет твоей своей важности. Я могу умереть сегодня или через 10 сезонов, но народ не умрет никогда. Я уже знаю, что опальные ищут артефакты оплот. Решила она поделиться с нами перед смертью ценными знаниями. А еще я знаю, что они ведут поиски вслепую. Я унесу то, что знаю, с собой в могилу. Опачки, ничего так. Ой, что это? Локи запилил, что ли, Массажер Дэй или что? Почему у меня Массажер Дэй обновился? Нет, нет. Я унесу то, что знаю, с собой в могилу. Если это помешает тебе подобраться к двери мечты, можешь в этом не сомневаться. О, стоп. Предупреждение об атаке. Ты сделала свой выбор, я вернусь. Не заставляй меня ждать, тупая трехкольцовая шлюха. Элия делает неприличный жест рукой и отворачивается. Уничтожить лагерь несломленных задач. Вы объявили несломленную войну, что не оставляет нового выбора, кроме как идти напрямую, ну короче, атаковать лагерь. У них еще лучше характеристики, чем у тех, с кем я сражался до этого. По крайней мере, у этого двуруча. Двуруча. Да и этих нет, в общем-то, в опции других. Поэтому я постараюсь выбрать место. Хорошая с точки зрения тактики. Полутать? Может, что? О, шлемак. Шлем каменных щитов. Забить. Тяжелая броня не нужна. Здравствуйте, как ваши дела? Можно открыть? Атлетикой, да? Поговорим, может? Не хотят. Там народу! Просто ух. Ох, Рихтар. Что-то пошло не так, да? Попробуй еще раз, да. На самом деле, Локи на связи. Может, он индивидуально сможет помочь тебе? Пум-пум-пум. Что, ломится? Давай попробуем. И убегаем. Это опасно вообще. Все это опасно. Тихо. Беги, родная. У меня защита из выхода из боя, плюс еще защита такая. И эта побежала Элия. У меня тоже характеристики хорошие. Может, скрыться как-нибудь. Так, ребят, давайте вместе убегаем. Ну что? Работаем? Работает ОМОН? Да, давай его уже, удерживай. Что, один только пришел? Выход из боя, да ладно. Стопэ. Вообще, это уже скастовали, да? Ладно, он рвется на другую. А почему глушение-то нет? Там, видимо, уклонение бешеное у него. Да, 109. Эх, ладно. Прорвемся. Лай. Вообще, лучше, наверное, уже как-то мочить его точечно. Раз. Лай. Выбрал все-таки цель, да? Это урон по нему вообще никакой, вы заметили? Какой-то вообще никакой. А, защита у него... Магией надо его долбить. От огня, от холода ничего нет. Сплэшем 70 раз, рубанул топором. Не подбегает еще один небесный клинок. 70 просто раз. Хоп, и все. Так, ты назад, подруга. Назад, назад. Ты бы тоже чуть назад отступил. Хотя можно контроля добавить. А почему ты не стреляешь? Вот поэтому пали. Там копейщик. Ну... Давай так, что ли. Давай. Наверное, так. По кому бежит? Опять на тебя, да? Надо справимся. Что фуга может? Фуга может продолжить мочить. Мочить. Бобром. Скорее всего, даже бобром надо... Давай электрошок, наверное. Бурдвай им. О! Там знамя отвода сейчас будет восстанавливать хп. Надо перебивать оглушение. Перебили. Хорошо. А пока фаербольчик зайдет неплохо. Ты подходи чуть-чуть. Я сделаю это прямо. Давай. Чтобы кастовать вот так, но не напороться на высасывание. На усталость даже. Шаровую. Успел он прокастовать. Подлечился на 140 и на 108. Эх. Подлечиться может. Сфор поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает... О! Поздравляю с началом новой рабочей недели. Да, да. Сегодня понедельничек. Зашел. Внезапно. Предлагаю подойти. И сделать все-таки гнидный этот взрыв. Так, ты пей. Заморозочком. Урон. Усиление хаоса. Паралич пробуем. Еще юзнуть. У меня были... У меня же есть еще предметы... Не, наверное, не стоит. Есть что-нибудь еще массовое. Вот, есть еще. Так вот. Так, у Фуги откатилась там обилка. Мне, пожалуй... Вон, смотрите, замах идет. Замах. Паралич. Ой, как вовремя паралич срабатывает. А то он прям уже... Нацелился, гад. Фуга уходит. В любом случае с подударом. Делает хедшотик. У этого оставляет рядом с врагом. Рядом с врагом ложную цель. А Фуга-то что делает? Почему он не может... Она почему-то не стреляла. Так, минус один. И сейчас будет минус второй. Изи! Ну так, по порциям убиваем. Потихонечку-потихонечку. Раны не получаем. Лута нет. Помним, что там как минимум еще три человека. Это как минимум. Скорее всего, поболее будет. Вижу троих. Четверых вижу. Небесный клинок. Оруженосец. И, собственно, небесный клинок-оруженосец. Выманивать надо, конечно, их. Жду пока отката скиллов. Правда. Можно уже, наверное, танком-то вот этих двоих привлекать на себя. Ладно. Давай тогда следующим образом. Во-первых, так. Во-вторых, так. Хватили. Отлично. Хорошая гифка. Ой, хорошая гифка. Жалко, что здесь находятся люди, на которых мне ауе плохо работают на них. То есть я из-за того, что по одному их выманиваю, получается, что... Хотя я могу уже просто взять и по лучнику, чисто лучником работать. Поэтому втроем, как по первой цели. Все равно лучник... Отличный. Отличный как раз по нему работает, когда уклонение не такое высокое. Отличный как раз по нему. Этот почти гуф. Тот тоже почти гуф. Не буду тратить следующий ауешный. Это не полезно. Я должен попробовать что-то еще. Поднять, уронить. Обязательно. И добить. Ребят, ну давайте, давайте, давайте. Вы можете, успеете. Ну. Ты получил. И эта оружие как нипплево на мужчин. Не полезно. Не проблем. Есть все. Так, еще минус два. Видели как минимум еще двоих. И там главная подруга. Точно есть. То есть она была не среди этих четверых. Ой, раз, два, три. Двое на патруле, кажется, здесь еще ходили. Я видел. Лучше закрыть вопрос с ними. Чем потом напороться. Вижу одного, второго вижу. Всех вижу. Их много. Хороший был город, ребят. Вот реально хороший город. Я искренне, искренне хотел, чтобы все было чинно, мирно. Но, к сожалению, видите, они... Они вот такие вот. Что они все на фугу лезут. Такие наивные. Не нельзя же такими быть, правда. А лезут на человека, которого, ну, не поймать вообще никак. Это зря. Раз. Зажигай. Взрывайся. Можно так сделать. Фугу продолжает стрелять. Так-то нормально. По два человека можно спокойно разуплотнять. Напомню, для, как бы, тех, кто... Он там в записи, например, смотрит часть в отрейвле. Сейчас пришел на транскацию, просто не понимает, почему так сейфово. Все, все очень просто, прозаично. Нет варианта про... Ну, то есть, проигрываешь, сейвов нет. Такая вот... Ситуация. Лучше так. Поэтому лучше, лучше. Делать все надежно. Вот. Я получил. Чем я, собственно, и занимаюсь? По фуге очень... Фуга еще очень хорошо работает именно против ранжевиков, потому что у нее у самой уклонение 115. То есть, по ней понять, попасть с ранжевыми атаками крайне непросто. О, первый лут. Словный доспех, спасибо. Так, вижу здесь лутецкий. Проходим сюда, смотрим, как, что. Железный ходок. Это типа опальных, можно освободить. Понятно. Так, здесь стойкость, кажется, это фляжечки. Альтернативные ворота. Которые тоже можно сломать. Видите? О, скрончик. Это что такое? Помятый шлем. Мастеру кузнецу. Кузнешпиля. Чтобы... А как нам отпустить-то их? Извините, не могу. Не могу. Как нам пройти к ним? Извините, не могу. Извините, не могу. Тут нужно как-то их... Тут двери как таковой нет, это, по сути, яма. Но обойти ее с другой стороны не представляется возможным. Не могу. Из-за ощерившейся колями ямы, которые тут держат пленник, разносится невыносимое вон тел, тонущих в собственных нечистотах. Извините, не могу. Там двое осталось, один гуф. Поговорим, может, сами выйдут. Эй, ты! Из ямы доносится голос. Мертвые солдаты, насаженные на копья, усеивают земли, а немногочисленные выжившие просят выпустить. Псы несломленных оставили нас здесь истекать кровью и гнить. Помоги нам, пожалуйста. Хрен вам. У нас есть видения очень ценные, которые знают только опаленные. Опальные, точнее, сори. Дай нам свободу, и мы расскажем тебе все, что знаем. Ага, сделает рычаг. Давай. Солдаты падают на колени, когда наконец выбираются из ямы и вздыхают с облегчением. Я думал, мы так и останемся в этой яме. Вот, возьми этот ключ. Мы получили его у искателя. На севере отсюда есть тайник. Когда мы пытали его, он сказал что-то о куче камней возле знамени. Самый здоровый из пленников помогает более слабым солдатам поняться на ноги. И группа начинает идти обратно в лагерь. Блин, ну я же... Я хотел допросить, а потом убить. Ну ничего. Речь идет о том, что где-то на севере есть под знаменем лут схрончик с драгоценными камнями. Так, ну... Можно зайти с этой стороны. Наверное, я уже с парадного пойду. Потому что... Почему нет? Почему нет, в конце концов? Правильно ведь? Здравствуйте. Нет? Никак? Воу-воу, меня заметили внезапно. Причем сразу трое. Так, вот это место мне нравится. Но тут, по крайней мере, пройти они дальше не смогут мимо танка. И это замечательно. Сразу кидаем щит на танка. Подходим так, подходим так. Ты можешь вот сюда вот отойти. Что там? О, там схрончик реально. Под знаменем, видимо, это оно и есть. На севере, на севере. Все сходится. Так, давай попробуем сначала сделать комбо. Вот такую локальную на хп. Не, надо было по-другому ходить. Сейчас прыжок вот сюда вот, скажем. Тонко сразу пробили, ё-моё. А ну-ка лечись, подруга. Нужен, нужен контроль. Давай попробуем тогда. Что попробуем, что попробуем, что попробуем. Тут конус просто. Тут, а, сразу заливаю вот так вот. По-троим достаешь и все. Там только один атакует. Второй, видите, не подходит нормально. Пошел первый. Сейчас задеть до второго. С третьим, соответственно. Ты стреляй по этому упырю. Ты делай тоже АУЕшечку вот так, скажем. Ты делай вот такой вот конус. Получился танк. Сейчас еще огненный дождь идет. Ииии, бобром, и бобром. Мы еще взорвемся. Ад. Там настоящий ад внизу. Их не жалко. Горят. Мы их откидываем. Сейчас еще паралич ошеломления. Шаровую молнию запустим. Правда, не показывает, по кому она достанет. Почему-то из-за разницы в левеле, наверное. Узнание получили единичку. Так, тут... Так, наверное. Не, шаровая реально на ярус выше летит. Видимо, она над головами у них пролетает и не достает. Вот это тоже важный момент. Ну, вообще-то правильно с точки зрения физики, наверное, да. Что мы находимся выше и по прямой кидаем. Вряд ли это как-то должно аффектить людей снизу. Достать не может, да? Бедолага. Это неизменно. Города осталось мало. Один минус. Второй врывается. Этому мы попробуем, как-то достать как-то. Мы легковатым. Не достает, не достает лучше. Надо просто обычной атакой пробивать его. Ой, знамя плотов, погоди-ка. Ах, какая разница? Я же все равно тут его перебью, если что. Да, конечно, перебил. Отлично перебил, Михаил. Надо было билками перебивать, а необычными атаками пытаться это сделать. И вот, поторопился и получил... А что это попадает, кстати, огонь попадает. В отличие от шаровой. Может, пробьем все-таки дальше? Готово. 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 Я нахожу. Второй пошел. Ни ран, ничего. По порциям, по... По штучно. По два, по три человека убиваем людей. Так, наверху забыл схрончик. Так, здесь просто железный слиток. Странно, что... Мне же он ключ дал, по сути. Может, не об этом знамени он говорил. Так, ну и мы пробираемся в лагерь. В лагере очень много всяких ништяков. Но и впереди, конечно, будут еще... Ох! Легкие кожаные рукавицы. У меня такие же, кстати. Да. Один в один. Но это деньги. Это деньги. Наручи торговцам. Тоже деньги. Хороший у них лагерь. Это люди наверняка были неплохие. Бронзовые наручи. Привал. Выносливость. Что немаловажным. Так, а наручи-то что? Бронзовые простые. Ну, танк точно лучше наручи. Хотя... Хотя... Да. Можно сейчас закинуть... Потому что инвентарь просто... Не выдерживает количество бутылок и всякого трэша. Навести можно здесь порядок, конечно. Но... Наверное... Я так номинально раскидаю вещи, чтобы... Большую часть, конечно, надо скидывать. Все дела решающего удара. Молнии наносить дополнительный урон с низким запасом здоровья. В общем, все дела. Материальная сила. Показатель вооружения цели. Готово. Да, еще же... Еще же знание 148. Почему так мало? Я под 145, кажется, да? Накидывал. Вроде бонус получал. Заклинание. Я хотел взять лед. Просто для того, чтобы начать его прокачивать. Но лед... Вот это вот... Стоп. Это баф на оружие. Это замедление врагов. Неплохо. Замедление врагов. До чего могу дойти? 17. Время восстановления. Взбивание с ног еще. Давай попробуем так. Вместо сейфа этой обилки поставим новую школу. Ее надо просто потихонечку тоже подкачивать. Потому что она нулевая абсолютно. Так, вижу сверху врагов. Вижу здесь врагов. Повсюду враги. Я в лагерь зашел и... Двое здесь, двое там. Ладно, давай. Привет. Привет. Работаем. Пам-пам. Ой, не то, не то, не то. Это не то. Девятая вещь. Не случилось. Извините, кот. Это не может быть сделано. Были неплохие, за что и поплатились. Ну, есть. Ой, сейчас будет по всем атаковать. Надо фугой, по крайней мере, успеть отойти. Этой подругой гоносе. Попытаться выйти. Да, с фугой сразу получает урон. Здесь еще молоко прошло все. Ё-моё. О, можно сюда прыгнуть фугой. Зато подставился второй. Что немаловажным. Высасываем жизнь. И фуга уходит подальше. Вот сюда вот и станет. Бобру надо взрываться, наверное. Поехали. Бах. Куда побежали? Побежали вот к... Вот этой вот фугиной подруге. Фугиным подругам. Фуга, я все-таки отрегениюсь чуть-чуть. Попробую. Постараюсь отрегениться. Причем нужно... А, он умер уже. Ха. Быстро он. Реально быстро. Прям. Внезапно умер. Подставили... Подставили иллюзию. Стреляем. Помаленьку. Оглушаем. А, как... А, это тот исчез. Но... Испугался. Фуга хорош. Что он лезет, а, к ней? 85 просто по лицу. Иройния получил я. Они сильные. Они реально сильные. Пропробуем замедление поставить. Вдруг школу прокачаем. Громоты сделать. Может парализовать как-то, не знаю. Можно его поднять и опустить, гарантированно. Да, хромота подействовала. Пока он лежит, я ухожу из зоны. Охватку делаем. Заходим так. Он все... Он такой настырный. Не лечится еще. Ладно, но мне есть для него сюрприз. Вот такой вот. Просто возьмем и уйдем оттуда. Но желательно, конечно... Сделать привал после того, как мы с ним расправимся. Хотя, опять же, одно ранение. Это же не серьезно. Правильно? Если статис не используя, сможешь заменить. Да, да, да. Архимаус. Заменил уже. Статис заменил. О, бобра вообще по льду что? 44 управление холдом. 44. Отсюда она не может стрелять. Лол. Нет, надо отталкиваться, наверное. 25. А, у него своя война. Он пошел опять на фугу. Ладно, вообще на вот эту подругу он пошел. В фуге защиты при выходе из боя, поэтому... Не боялся отступать. Так. Давай так. Не проходит в глушение. Ладно, справились. Так, еще двое. Привал делать все-таки не буду. Проходим дальше. Тут целый лагерь. У меня это целый лагерь. Много, конечно, лута. Кто такие? Небесный клинок. Небесный клинок. Да, альтернативный проход. Поехали. Работаем. А, не обранжевика. Вот это очень хорошо. Потому что я смогу тогда сейчас уже работать АУЕшечкой по обоим. Это раз. Это двас. Это трис. Сейчас пойдет. Это первый. Потом идет у нас тот же самый... А, не откатился огонь. Ё-моё. Ладно, у меня есть в АУЕ пока стандартный. Типа огненного шара. Это два. Пробезительные. Пробезительные. Весьма условные. Сейчас все. Все кидаю. Фуга уходит. На данную сторону. Попутно. Они уже заморожены немножечко. Бобер фаербол сделал. Сейчас еще огонь. Вот такой вот мимо. Так. И сейчас откатится у нас вот этот вот замечательный метеор. Короче, дождь метеоритный. Понеслась. У них уже больше половины жизни ушло. Сверху добавляется красота. Просто красота. Оба падают. И даже не дождавшись завершения этого метеоритного дождя. Вот таких заклинаний я бы хотел побольше. В арсенал свой. С удовольствием. Так, ну открываем вторые ворота. Выбиваем их. А, только с той стороны. То есть с этой стороны ворота не открыть. Только снаружи можно их выбить. Изнутри они не открываются просто. Просто не открываются. Ничего не сделать. Так, еще вижу парочку небесных клинков. И надеюсь, что... Где там танк? Ё-моё. А, опять ранджевики. Опять ранджевики. Это прекрасно. Глядишь, там у бобра откатилась еще. Да, откатилась бобра. Первая АУЕшка. Здесь, естественно, откатилась вот эта АУЕшка. У фуги, конечно же, тоже откатилась вот эта вот АУЕшка. Ой, там с мост поднимают. Ничего себе, тревоги поднимают. Класс. Отталкиваем чутка. Сирина, ты чего? А, накинул фаербол. Все, ок, у нее. Хаус пошел. Даже шаровую не кинуть, молнию. Не кинуть ее. Не кучно стоят, ребята. С этой стороны подойду просто. Бобром. Так хоть появляется какая-то вариативность в плане слов. Они, конечно, уже убиты. Это вопрос. Несколько секунд, когда их разорвет на части. Вот так вот. Но мост подняли. Я карту все хочу. Да, мост подняли. Там еще сверху... Это новый уровень лагеря, так скажем. Сапожки. Сапоги торговца. Сапоги торговца. Броня хуже, но это понятно. Тут сапоги с бегством. Восстановление. Тоже без обилок сапоги. Они не очень подходят. Даггер. Бронзовый кинжал. Точность плюс 21. Метеорит на тебя, огненный столб на тебя. Открыть ворота миссия невыполнима. Да, да, да. Вот реально не открыть ворота. Надо было их все-таки с той стороны. Ну, хотя там у меня был план, тактика. Как говорится, я ее старался придерживаться. Впереди еще как минимум два человека до, собственно, этих открытых ворот. Два милешника. Что с них взять? Нечего брать. Все на фугу опять идут. Эх. Сейчас мы его сразу же опрокинем. Но он успел. Стоп, 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 стоп. Взрыв раз. А белочка двас. Ты делаешь трис. Ошеломление. Нет. Взрыв хаосом. Метеор. Так. Так. Ушли. Ну, конечно, ты пойдешь туда. Конечно. Конечно же. Ты пойдешь туда. Хочется, чтобы не кучно было. Мне что-то еще фуга не подставлялась. Но, видимо... Видимо, так нельзя. Не положено. Регенцы, фуга. Регенцы, подруга. Они возвращаются. Падает. Может быть, тогда... Да нет. Хромота. Они все на фугу лезут. Не знаю, что там, медом что ли намазано. Но, так или иначе, да, лезут на фугу. Так, оба брата мне откатилось, случайно? Нет. Немножко еще. Там очень долгий КД на этих заклинаниях. Пожалуй, я поставлю после этого еще защиту на... На фугу. И, наверное... Пора. Все. Идет хорошо своим чередом. Ну, ладно, давай уже. Молнии вызовем сейчас. Контрольные, чтобы прошли. Минус один. АОЕ для молнии не хватает. Надо, в первую очередь, быть этим заклинанием. Ну, следующим шагом. Увеличить рейндж именно локального сплэша. Ну, радиус, в общем, каждого из падающих камешков. Скажем так. Не поднимается он наверх, если оглушен. И рядом наверняка поджидают нас мирные жители. Полагаю, нам с ними стоит разобраться. Да ладно. Это типа фуга так реагирует на то, что мы режем. У Атлинии несколько электрошоков. Может один прокачать и другие сплэшки. Да-да-да, электрошок у него, кстати, один точно лишний есть. У него, конечно, знание. Этот электрошок можно попробовать заменить на... Смогу ли я заменить электрошок? Она сможет, кстати, за соточку. Базово. Использовать тоже заклинание. Ей, в общем-то, и одно еще нужно заменить. Только по огню. На аналогичное Бобровскому. Точно не регент, точно не шок. Скорее всего, место воспламенения. Сделаем это. Да, теперь два заклинания добавятся. Оно, конечно, будет по огне не такое. О, добавлено примечание. Охотник за реликвиями. Крепкий металлический шест. Пройти наверх я не могу отсюда. Но, видимо, нужно через мост вот отсюда. А, нет, там тоже... Там тоже ничего. Может, вот здесь вот что есть? Там только сундук. То есть просто люди подняли... Подняли мост, и я остался не у дел. Сюда не дойти, здесь все по лутанам. Какие у нас варианты. А, вон, там можно перейти, смотрите, рука. Учитывая то, что это... Я не знаю, что меня там ждет. Возможно, серьезный замес. Я сделаю, наверное, перерыв сейчас. Привальчик. А, вон там народу сколько. То есть, в этой ситуации самая главная проблема, что я окажусь после скрипта в новой позиции, и непонятно, что... Кажется, забыл подобрать вот это. В смысле, там просто графика. А, вы уже знаете, это Сигил, оказывается. Ничего себе. Там реально Сигил валяется, но я его знаю. Класс. Глазастый, Лояр. Ничего себе. Так, смогу ли я справиться с группой в куче? Там сплэш-сплэш очень опасно. Что по бутылкам? Выносливость есть, есть. Много свободных слотов. Пожалуй, стоит... Зелье героев, во-первых, взять. Возможно, стоит грибочек такой вот взять. Можно что-нибудь пропить. Почему нет? Давай. Поехали. А, это... Ха-ха, я понял. Там спросили, можешь ли выстрелом достать. Ха-ха, черт. Ха-ха. Попробуй не приходить с дистанции мочить. Они не враги, они зеленые. Я не могу их атаковать. Что ж, здравствуйте. Мне кажется, сейчас кат-сцена немая такая. Безродный ублюдок! Я сдеру с тебя твою поганую кожу так тщательно, что живого места не останется. Фуга. Ну, разве она не прелесть? Вот бы ее нам оставить. Хотя, похоже, живой она не дастся. Так. Ты только себе хуже сделаешь, Элли. Отдай мне артефакты, я пощажу. Неужели все не сломленные такие дерзкие выскочки? Отдай мне артефакты. Я уже такое слышал не раз. Вы... Все может закончиться только одним. Но это не значит, что тебе будет легко. Ворота с грохотом захлопываются! Отрезая вас от капитана. Нет! Я думал, мост, кайт, господи, четыре человека. Главное, разбежаться, блин, от этих упырей с этими. Короче, надо, наверное, сейчас со взрыва. Ё-моё. Или нет, ворота захлопываются? Может... А, нет, все хорошо. Фух! Я думал, эти захлопываются. И я оказываюсь... Потому что вот эти пацаны, они, помните, 70-80 вокруг. Вы оказываетесь вчетвером на небольшом пятачке. На вас наваливаются пацаны, которые в три удара опускают трех ваших героев в ноль. Вот этого я боялся. Но бояться нечего. Все ха-ра-шо. Хорошо. Отрезает? Пусть отрезает. Себе там что хочет. Главное, сильно, близко, не подходить. Ух ты, сбоя, да забей. Все нормально, все... А, давай сразу вот эти вот клевые заклинания наши. Так, раз. Бобер, давай вот так вот двас. Пожалуй. Ты можешь сделать... Даже, наверное, вот так вот трис. Вот и танк встал намертво просто. Хотя не совсем, кажется. Проходят, блин. Не намертво встал танк. Прокидываем этого упыря. Давай оглушение сюда. Хотя танк, надо признать, привлек к себе внимание. То есть он оставил двоих здесь. Там такой непонятный хаос творится, что... Туда не дойду, да? А не дойду. Получается, что я как-то достаю. Что удивительно. Бывает. А почему ты не скастовал эту подругу? А, не может она себе дойти. Скидываем их с моста. Кого куда. Повелитель огня, ну сделай что-нибудь. Давай вот так. Чисто, чтобы начать холод. Услабление, ранение. Мне оглушение нужно. Опа, а танк-то у меня от того? Ничего себе. Как-то они все-таки... О, сейчас крутится опять. О, два удара пропустил. Фух. И от парирования, от этого. Чуть не сдох. Давай-ка закомбим в какого-нибудь, чтобы избавиться. И попробуй перебить у этого что-то, да? Может, есть более рейнджовое. Только так, да? Попробуй сделать так тоже. Он горит пока, надо попробовать. Да, не хило так зашло. И опять подлечили всех. Ладно, давай. Хромота, пожалуйста. Бобер у тебя не может так просто. Ну, пробую... Не, удержание же есть. 10% удержания, Михаил. 10%. 10%. И еще восстановил. 150 и 170 хитов. Офигеть. Это уже немножко не смешно. Потому что ко мне тут прорываются упыри. Оглушение есть. Надо разбегаться, в общем, отсюда нафиг. Ставлю этого. Грязь. Грязь. Просто грязь. Нельзя так ставить. Фаерболл, можно? Спасибо. Офигеть. Поднимай. 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 У тебя самая уязвимая сторона. У тебя самая уязвимая сторона. Это ОЕ дамаг от бойцов. Совет добавь пару поинтов здоровью магам, чтобы не терпеть. Уэрл Виндли. Ну, контроль на самом деле много. Мне надо было их останавливать с предметом 70% скорость перемещения. И я магам-то вкидываю периодически здоровье. То есть у нее 13, например. У бобра я 8, да. У бобра я вообще не вкидывал здоровье. Это косяк. Так, а где у меня фабилочка? Давай, работаем. Там когда откатится? Непонятно, когда откатится. Шаровая полетела. Полетающая пламя. Нет, не так. Не так вот. Там скастовали, что там. Ну, а дюйду. Обилку меча. Хочу, ты пошел. Нет нормальных обилок. Давай замедление. Сделаем все предметы. Все равно я собираюсь. Не успею, что ли. Оглашение сработало. У фуги. И пошел бабл этот. Бабл. Нужно. Да. Нужны ячейки заклинаний. И нужна замена некоторым. Или модернизация вот этих вот нескольких заклинаний. Вспышка пламени мне не нравится. Из-за ее клевого ауе. Так, я пока не пар... Надо уходить, в общем, здесь. Перегруппироваться. Делать вот так. Фуга пока валит. Она может. У нее маневренность такая, что дай боже. Делает хромоту. Пробуем забрать этого упыря. Там битый... Хромотан есть, но... Эх ты сбыл, я бог. Работаем. Одного здесь минус нули. Работаем со следующим. Лучше, наверное, вот так. Фуга там молодец. Постреливает. Постреливает, говорю. Так просто издевается над милишниками. Даже за них как-то обидно, что ли. Поджигаем. Оу-оу-оу-оу-оу, полегче. А почему исчезает эта подруга? Фугина подруга. Давай-давай-давай, стреляй. Оп. Хромота еще. Хромота, говорю. На нем хромота еще старая наполовину не прошла. Видимо, там крит был. Все, минус нули. Да, справились, но не без проблем. Все-таки удары увесистые такие. БСП, говорит, к десятой части уже не выдерживают зрителей. Но игра такая, она непростая. И в плане того, что играть ее, ну, стримить-то, наверное, не сложно. Ее смотреть сложно. Потому что текста много, графики нет. Тактически бои достаточно медленные. Вот, но... Ну да. Самой стойки остаются. Если не сломленные так быстро готовы поджать хвост, то неудивительно, что у них такая репутация. Мы выследим их, если пойдем на север. Готовы на заклад побиться, что они еще попытаются выбраться из каньона. Так, догнать Эли у меня задача. Ну, я сначала привалюсь. И посмотрю, что по луту здесь вокруг. Может, что осталось у этих упырей. Нет, похоже, что нет. Догнать Эли. О, тут еще за... Можно пройти. Правда, я что-то не вижу. Неужели это просто... Просто тупиковая такая... Такой путь тупиковый. Оп, стоп. Вижу следующих. Я бы сначала разведочку... Ловушка сработала. Ну, у меня это щит поглотил все. Это же все-таки танк. Сейчас обновится щит. Оп, все. Восьми сторон он блочит. Еще один щит. В смысле, еще одна ловушка. Ну, пойдемте тогда более основательно. Обезвреживаем. Там просто до 13-го левела осталось не так много. Опа, еще кто-то. Небесный клинок. Оружие носится. Наверх есть подъем. Ё-моё. Элия, вот она. Ох, они там с опальными встречаются. Так, а здесь что? Здесь сундук. Так, тогда нам нужно наоборот, с правой части начать. Вон еще одна ловушка. И вижу еще врагов. Извините, не могу. Тут прям... Двое всего. Работаем тогда. Не могу. Это нефигант. Там второй сейчас подойдет. А может, и третий, кстати. Пам-пам-пам-пам-пам. Ладно, давай, так. Нужно как-то урон наносить довольно быстро, используя разные обилки. Те, которые откатываются, желательно, побыстрее. Справа еще трое, насколько я вижу. Возможно, использовать все вещи, которые... О, ло, ло. Возможно, использовать комбо, которые обновляются раз за бой. Например, подсечку, удар сверху. Там же тоже урон растет, насколько я помню. Не можешь? А, он все еще летает. Да, это проблема для комбо. Подсечку сделал человек, который летает. Неплохо. Я уберу твою кровь, не мою кровь. Неплохо. Так, и уровень. Уровень. Что у нее по навыкам? Ой, могильный свет, да. Могильный свет. Либо берем длительность воздействия 20%, что мне не очень нравится. Скорее, мы берем защиту от магии 30%. И уже на следующий левел открываем врата Тератуса. Да, защиту магии, точно. Да, ну и так. А в качестве базовой характеристики апнем хп. Ну и соответственно волю. Выносливость, еще привал. И здесь среди камней можно найти ржавые кирасы опаленных и растрескавшиеся доспехи несломленных. Эдикт и Кайрос убивают всех, не делая различий между врагами и союзниками. Ой, из этого даже что-то осталось. Зелье оцепенения при критическом попадании оружием на 2 минуты, урон на полминуты и минус к парированию. Шикарное. Шикарное зелье, жалко, что в единственном экземпляре. Я помню, двое было, может больше. Еще же с топором ходил один упырь. О, наверху! Френдли и типа камень. Ой. Мне казалось, что здесь с топором ходит. А вон он сзади ходит. Блин. Ладно, пробуем назад уйти. Ну, чтобы те, которые сзади не смогли, не сагрились сейчас. А то с двух сторон... Сагрились? Нет, не сагрились. Вот это... Вот это я понимаю. Тактика, ребята, тактика. Ничего не сделать. Танк продолжает краситься. Я подсечку делаю. Ой, нет. Это проличь. Это проличь. Там слабенький урон с комбо. Насколько я вижу. И я окружил втроем. Человека, у которого... Единственная опасная штука, это ОЕ. На мой взгляд, это не очень грамотно. Но, может быть, и нормально. Все, ухожу, короче. Я от него в сторону, чтобы... Чтобы не испытывать судьбу лишний раз. Бобро прорваться, бедолага. Он пытается еще приучиться, гад. Но там такая... Такая каша из этих фаерболов, метеоров. Что, кажется, это ему не удастся просто сделать. Не, он поднимает, блин. Фааааах. У него столько всего негативного. Какая только заморозка на скорость влияет. Но он успевает подлечиться на 130 хитов. Тем не менее. Удивительно. Удивительно. Как это... Как это ему дается? Узелез. Бетон Айзен. 265 зрителей, майкер сдулся. Да. Да, ну надо же где-то уходить. Тем более, что столько стримеров, видите, хороших есть. Наконец-то. Наконец-то можно спокойно... Стремить то, что нравится. Удар поглощается щитом танка абсолютно спокойным. Даже не... Видимо, там меньше 80 урона было, в принципе. Проходим дальше. Здесь было бы неплохо. Не отпускать их в разные стороны. Замедление песков, к сожалению, только раз между отдыхом. Вот это подстава, конечно. Я, наверное, попробую проявиться по фастам. Чтобы... Чтобы успеть вот так вот сделать. Это раз. Это ВБ остановить, чтобы он дальше не шел. Тут один АУЕшник, один Жанжевик. И в результате... Они все равно разбегаются. И... И попасть АУЕшными с заклинаниями уже становится проблематичным. Хотя вот... Пока помещаются они. Пады. Я отходить фугой не буду. Я буду просто стрелять вплотную и все. Чтобы как раз они не разбредались. Вот. А, там все еще откат у второго. Беда, беда, беда. Я запустил стрим-марафон, чтобы спокойно играть в сирамин. Стрим-марафон. Скоро же он, кстати, уже все закончится. Как мы без записи стримов, как мы без поездов. Что же делать, а? Я уведу фугу. Потому что уже АУЕшные заклинания прошли все. И... Можно сделать это. Опа! Бобер 15-й уже получил. Ничего себе! 15-й! Давайте я хпшечку ему тоже. 2-2-8, тем более, мне дают за хпшечку такую. У него максимальный урон по заклинаниям. Максимальный без капа перезарядка способностей. Стойкость я качнул, но сейчас еще... Мы идем по ярусам, к стойкости добавляет. Поэтому здоровье сейчас является самым... Ой, я сейчас могу уже... Ай! Нет, у бобра как раз тяжелый выбор в ветке по лидерству. Мы берем либо. Перемену мест позволяет меняться местами с выбранным союзником. Так себе тема, раз в 3-3, полминуты. Сомнительная вещь. Возрождение. 2 минуты перезарядка. Самый главный плюс этой темы заключается в том, что рейндж очень хороший. 8 метров это прекрасно. То есть не нужно использовать бутылек, ты возрождаешь. Тем более у меня пристань, от которой поднимает людей. А 3-е это пассивочка. Союзники в области действия 4% здоровья. Тоже очень хорошая вещь. Но в любом случае мне нужно 2 выбирать. Так что я выберу, наверное... Сначала... Хп. Все-таки. Что резерога-то близко не нужно. А вот хп может помогать стабильно пассивно. А потом уже возьму обилку, которая... Которая будет позволять мне еще поднимать людей. Да есть же Фуфа, говорит, опять ГГО на своей волне. Я сегодня, кстати, думал Фуфа стартануть после того, как история с холодильником произошла. Слушай, мне не нравится этот валун. Но там явно что-то... О, и снизу еще парочка. Сюда. О, ловушка. Ловушка, ловушка. Там, кажется, 2... 2 ранжевых... Ранжевых... Врага. Это почти идеальный вариант. Потому что я могу... Могу по ним попасть прям... Прям могу по ним попасть. Работаем. Фаербол раз. Ты свою тему делаешь. Бобер. Не буду я взрывхауса делать. Пусть лучше... Пусть лучше они не разбегаются там под страхом или еще чем-то. А стоят как стоят. Второй там не откатился еще. Все равно... ФД довольно серьезно. Хотя им даже этого хватает. Посмотрите, там залетает где-то 15 метеоров. Каждый из них по 15 хп в среднем там сносит. Допустим. Если нет нормальных резистов. И все. И все, ничего не сделать. Опачки. Просто выдающегося качества одноручное металличное оружие. Тоже на продажу. Там нет никого с метательным оружием. Попробуем валун отодвинуть. И зайдем. Там были вроде френдли люди. Что это? Кто это? Народа не так много. Кто ты такой? Бронзовый оружие носит. Стой! Ослабевшие от голода солдаты хватаются за оружие и вытягиваются по струнке перед своим командиром, который делает шаг вперед и обращается к вам. Я тебя не знаю. Ты из несломленных? Я даже не знаю, кто вы, но я пришел напоить пересохшую землю, атаковать. Гнев увеличивается. Несломленный. Вообще пофиг. Так. Характеристики очень хорошие. Так себе. Так себе. Так себе. Начинаем строиться справа. Скорее всего так. Это раз. Начинаем все-таки с взрыва. Только надо подойти поближе. Тут уже контроль нужен. Так. Так. Прыжок. Пора уже взрыв. Ха-ха-ха. Да. Еще. Опять заклинание не откатилось. И я как дурак. Сейчас буду ждать, когда... Так. Взрыв хаоса прошел. Полируем вот этих троих так. Почти дотягиваюсь до четвертого, но... Но не дотягиваюсь. Дальше. Сначала так. А потом уже АОЕшечку заведим. Пом-пом-пом-пом. Давай. Оп. Хорошо горят. Я не вижу, кто... Закончил ход. Теперь я вижу, кто закончил ход. Шаровую сюда. Здесь вот так. А тут... Можно обилку юзнуть, на самом деле, для... Наверное, не стоит. И так все хорошо. Там люди при смерти уже все. Бобер. Бобер. Оглушение бы. Они все к фуге лезут, а? Вот гады. Ладно, фуга побежала. Я не впервой. Выход из боя срабатывает. Ну, пока мы с этим справимся. Догорает люди, догорает. Оглушение-то сработает тут, нет? Ох, молодец. Да, это... Бобер сзади. Ой, не так. Вот так, так и так. А ты делаешь так, да? Все верно? Все верно. Почти только можно вот еще... Подводим сюда бобра. Можно закинуть замедление. Хромота прошла. О, сбивание с ног. Наконец-то подействовало. Ну и, наверное, фугой надо уже готовиться к комбо и возвращаться назад. О, сбивание с ног. Ты получил. Что еще надо? Что еще? Два. Эй, никого не остановился, да? Эй, куда? Ну, куда ты? и назад побежал все перезарядочка нет да бедолаги просто жалко их немножко даже заглушение за запилим она не теряет скорости перезарядка за может кайтить ее способности перед перезаряжаются оглушение на хромоту подавай потратим еще одно заклинание метеора потому что можем сколько можно жить ребята ну ребята ну сколько можно жить и там не не подходит и огненный шар до фуги все таки добрались поэтому защищаем кодоев защищаем фугу этого пробуем как-то подержим просто в воздухе выстрелами на карте вот если посмотреть на карту мы я не знаю сколько на народу мы уже положили но я думаю уже второй десяток прошел и на самом деле учитывая мой выбор по по морали по по остальному ой 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 бедствие одноручные безупречное оружие что-то уникальное бонус к урону за каждый один процент недостающего здоровья один процент острый как игла кинжал подергивается словно хочет утолить жажду крови точность плюс 24 урон 15 20 как жаль что у меня нет никого с кинжалами ну нет просто нет просто нет наверное денег хороших будет стоить ну или можно его оставить просто на счет если если ну появится человек достойный которому эта пушка пригодится так остался только левый верхний угол собственно там это элли можно еще вот эту небольшую группу попробовать забрать два ранжевика нет или оранжевик плюс плюс кто там хорошо что они стоят вместе опять же и все агрится причем на танка это радует ну куда ты пошел ну только похвалил только похвалил вот нельзя хвалить разбегаются тут же тут же разбегаются все доходи еще будет она полезно заклинание хорошо что ты качал эту ветку ребята мишки же сегодня не пояснял что с ггс проблему это там в любом случае решают я не знаю вчера был дедос неизвестно сегодня сегодня не знаю я видел что в конференции ответ товарищи разбираются с проблемами но а мне кажется лечит после того как у кого-то из ясно добиваем просто пусть там перезаряжаются агилки в любом случае они мне сейчас пригодятся рискну предположить что будет замес на острове в смысле на мосту вот на этом верхнем мы видели две силы которые столкнулись хитроумие железная пика очень 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 много денег я принесу домой грудокамней о уникальный молот непреодолимая сила безупречного качества молот пробивание брони 7 разрушение способность две способности ее мое при критическом попадании оружием отталкивание упреждения и модификатор крита на четвертью возрастает ясненько так ну и сажать должны идти по сюда вот наверх с богом или капитан кричит своим оставшимся силам мы справимся с этими латниками если они такие же тупые и бестолковые как их архонт то будут падать как подрубленные столбы заметьте вас или снова кричит солдатам подкрепление на подходе джаком говорит вершитель я обязательно выпущу тебе кишки когда разберусь цели ее мое командир опальных смотрит на вас убийственным взглядом никогда бы не подумала что увижу как силы кайроса огрызаются и рыча друг на друга вы так всегда на севере сражаетесь или срываетесь только во время важных битв мне нужно делать вид что на юге все в полном порядке мы вырезали целые династии за полосы мы вырезали целые династии за полосы земли еще задолго до появления кайроса или говорит мои люди готовы умереть мы с радостью заберем с собой как можно больше твоих ее губы складываются в решительную улыбку я приберегла копье для твоего правого глаза на случай если тебе захочется отправиться в небытие атаковать элио и джакома идите сюда я с вами разберусь или фуга тебе уже весело шутишь это же веселье это же веселее чем свежевать зверолюдов зимой давно нужно было вступить в твою ватагу или если вы двое уже закончили подкалывать друг друга до изможения то у нас тут если что война идет бросается в атаку вот они реально друг с дружкой воюют и непонятно чей стороне нам выступать урон хороший а мы можем всех со всеми воевать такая грязь такая грязь так но тут вроде как вот снизу на самом деле или плотная не сокрушимый клинок да давай на или и тогда чего там снизу вроде баш на баш выходит да или скорее всего будет она здесь топовая получается подходим бобром подходим 7 начнем против всех войны начнем вести это интересно 1 2 главный нижний пока сильно не агрить трис ой понеслась просто просто сейчас будет жара ой или осталась одна тут против меня смотрите-ка сбили с ног не возвращается возвращается внизу как а внизу поцеписты там сражаются так взрыв бы сделать пока не поздно хромоту бы сделать тоже не помешало тут можно вот так пострелять еще подтягивается чародей это он тоже зря об что еще можно сделать ну вот так как думаете шаровая нет верно фэрбол все-таки или 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 может быть не давай фэрбол как мне не работает торм может закомбить давай закомбим у него ворот не очень серьезный поэтому должно хватить у нас сбили с ног сколько пять секунд опа трое сбиты с ног из четырех он другой стороны пара парализованы замороженные пошломлены и дальше по списку дебой горит у хапачи чат не работает где тормозит сделай его еще раз я не программист сейчас этим занимаются в конференции специально обученные люди ну бас я ж не не рисую все сами не кожу все сам что что уже сказал что этим занимаются сейчас в конференции в скайпе другие люди странные предположения я тут чем-то могу помочь так пошла кумба да просто кому ой знамя плота он подлечит он подлечит скорее всего успеет либо я успею да успевает спел давнейшим мультари вообще мешаю что происходит что там сайты какие-то как это все работает вообще не не понимаю что то мы где хвостимся на народе не на народе сложно в общем сложно а я пока тут вы выясняете учать все уходишь со стрима да ты рассказал нам про хэпич и ушел со стрима ах ты кидала то вот так вот оказывается а а а а а а и и и и и убиваем последних это видите лежит ничего не делает минус еще один внизу как внизу кстати парочка людей умерла то есть осталось вот 11 11 бьются ожесточенным но шансов конечно я помогу кого-нибудь обязательно помогу дебой поддержал вашего дебой ему 100 рублей сообщает смешание на на душах это не на один дождик это на два с половиной дождик но если в упаковке брать дождь точнее роутон дождь не очень спасибо вроде локи увидел самое главное твое сообщение вот а мы продолжаем тернистый вот этот вот путь проходить прогресс есть уже одну 15 левел главного героя тоже это же уже серьезная заявка на победу но с ноги взял убрал неприятно и познания цену конечно сегодня в магазине были затаривались что дальше что дальше заморозку давай тут стрелочкой стрелочка пожалуйста кидаем ее тут фэрбол а тут а тут удержание делаем вы можете по нему и стрелять работа скорость чуть быстрее сделаем вряд ли он может мне до раны какой-то пробить хотя может если обилки нормально не юзать помогут пробить наверное контроль ищи просто кастовались и тогда не будут пробивать конец он пробивает пробивает реально пробивает то есть если ты не не делаешь правильные правильные обилочки ооо кат сцена ребята вот она или я еще жива вот дерьмо на это я не рассчитывала капитан не сломленных кряхтит и прищурившись смотрит на вас сквозь дымку боли я тебе ничего не скажу мои секреты я заберу их с собой в могилу она смотрит на капитана с жалостью от ли узнай у нее что тебе нужно но постарайся не переусердствовать она воин и заслуживает лучшего или просто убей меня и при и покончим с этим она поднимает на вас взгляд мы оба знаем что тебе меня не сломать только зря потратишь время так сломать пальцы можно или знание как тебе уже нечего терять но я все еще могу сделать чтобы оплот обрел мир под властью кайроса у а давай-ка гнев бледеномарк увеличивается ох да пошло ну нахрен мужчины и женщины нашей страны скорее погибнут в бою чем примут искаженные понятия мира твоего владыки она вздыхает смотрит вам спину наверное то что ты здесь означает что мы все умрем и не заботит твое убеждение твоя страна поэтому я опасно тебя плотно сжимает веки всегда представляю что можешь выдержать такое давление пока она не оказывается прямо в такой ситуации и не сомневаюсь что достаточно беспощадно чтобы сдержать это обещание будь ты проклят я все скажу изи впечатляет я всегда считала что нужно просто всех убивать и надеяться что приказы были записаны на ладони но эти талант заставлять их говорить что ты хочешь знать не думаешь что я буду долго зажимать эти ран у тебя мало времени что ты знаешь про дочь аж амелию мы ищем ее довольно давно она осматривает осматривается с явно измученным видом похоже это пустая затея хотя точно я уже не узнаю мы искали останки регента аспиона до войны он носил артефакт под названием инсигния непоколебимости брошь брошь для плаща которая передавалась по линии первых регентов не дергается глаз когда она произносит название помнившись нахмурится и смотрит на вас отвращением а я спросил по поводу артефакт вообще они про амелию про кого капитан кашляет в рукав качает головой я не разрешаю семьи этим кайра занимается что такое инсигнии непоколебимости это брошь для пляж плаща который носил первый регент она вроде как должна помочь выстоять выстоять она сгибается от боли выкашливать сгусток желчи дерьмо выстоять выстоять в хреновой ситуации не зря не знаю работает ли она но я не могу придумать ситуацию более хреново чем ветровая стена вокруг твердыми часовых кто возглавляет не сломленных пункт перепути зверолова матиас был нашим капитаном во время войны но в будущем о плоти я вижу его на более высоком посту она вздыхает и смотрит на затемненное небо похоже нам не суждено увидеть это светлые дни насколько я знаю нас он собирал солдат у перепути зверолова но с тех пор прошло уже какое-то время он должен был уйти оттуда он искал бесстрашного меч лидеров не сломленных он думал что сможет собрать нас дать нам надежды она горько смеется как мне добраться до местного шпиля вот прямого пути нет но говорят брешь в старых стенах ведет к основанию океанского шпиля если так решительно настроен отправиться туда то встретишь врагов пострашнее не сломленных так мы искали тело первого регента который судя по всему погиб во время войны это было а вместо этого нашли записи о его перемещениях последнее что мы узнали он отправился к брешь и в старых стенах и не вернулся оттуда нахмурится не понимая что он мог там делать если не собирался каким-то образом натравить погибелей напальных глупость полный полнейшая так и еще один пункт вот в брешь мы соответственно если пойдем то это шпиль до как в старых стенах образовался пролом она пытается пожать плечами мы были немного заняты вами северянскими ублюдками чтобы тратить время на патрулирование всей страны поэтому прошу прощения за нехватку подробностей ну что ты мне полезнее в качестве пленника чем в качестве трупа убить милосердно или просто убить нафиг милосердие я услышал достаточно меня потом что мне пофиг на гнев несломленных они уже за мной не пойдут прежде чем она успевает возразить в ван за эти клинок между ребер или удерживаете там пока не перестает подергиваться далеко не безупречно убийство хорошее разница важно добавлено примечание средоточие власти так позы мышного еще решающего удара можно кстати поэкспериментировать с молнией до 50 урона в зависимости от потерянного здоровья то есть можно просто точечное мощное заклинание сделать до 85 урона в зависимости от здоровья что я еще могу сделать 105 меткость для потенциального урона скорость перезарядки 150 вот она что назначить место пожалуй холода будет хорошая очень хорошие точечные заклинания по целям которые будут вздыхать ой-ой-ой-ой-ой броня шипастый хауберг броня плюс 2 лучше чем текущий меньше защиты от рубящего электрического больше защиты от разъедающего восстановление выше и шипы при критическом попадании чего не случается практически никогда у нее урон 110 снаряжение гордого капитана покрыто с шипами чтобы держать соперников на расстоянии при критическом попадании по мне получается да такое тоже не бывает редко точнее двуручный топор из оплота офигеть и карта патрулей опальных карте на этой карте найденные на трупе элей внесены маршруты патрулей не сломленных она также содержит примечание под внесением разведчиков опальных и поправки графику этих перемещений последующие комментарии предполагает что эти сведения были получены от связного валом хоре предатель в хоре так смотрим меняем ли мы доспех ну скорее всего меняем потому что он обычный а тут армор будет 14 и выравниваются остальные резист о хорошо что-то ниже что-то выше но главное магия и разъедающий урон восьмерка видите резиста внизу будет 13 остальные вытягиваются что-то спускается до 15 что-то на 17 что-то увеличивается до 13 очень хороший армор очень хороший армор то что нужно для танка для нашего а новая белка за репутацию а вот до минус броня в течение последнего аура коррозии появилась пассивочка уменьшает армор врагов очень приятно очень приятно так и что-то я еще хотел что еще хотел а я хотел как ко мне относится напальный неплохо гневится конечно гневятся но благосклонность есть я не знаю опа защитник со способностью бдительность офигеть а я щита с удовольствием поменял у меня убогий щит здоровью плюс 5 процентов при наличии ран 5 процентов для танка это круто тем более мне конечно парирование по погасит но зато уклонение увеличит и реген даст при наличии ран то есть нужно все таки чтобы была там одна рана у нашего танка а два электрошока вот что хотел точно у главного героя два электрошока вот один вот второй тогда я хотел что черт я хотел что тебя по школам скажи мне больше всего что в топе молнии огонь молнии огонь можем выражение электрошоку поменять например баф наши подруги вот почему почему 17 процентов всего там же огненное выражение а там при критическим критическом попадании вроде огонь значительно больше дает эффекта до 20 процентов а он просто тупой урон дает молнии лучше подходит под под крит насколько я понимаю потому что при крите доп урон в радиусе еще соточка дам еще можно добавить огненного урона ей или при попадании оружием по-другому действует ладно хорошо то есть точность не нужна нужен ли например радиус не нужен радиус дистанция пригодится до дистанции нужно длительность бы еще хорошо бы увеличить до минуты и кд так сделаем все теперь у главного героя есть еще баф на урон тьфом бич привет всем кто прижойнился добрый вечер у нас десятая часть трансляции началась поздно переносилась из-за холодильника так это следующий шпиль судя по рисунку так что наверное мы пойдем шпиль новый шпиль новые ну потенциально новые рабочие то есть можно там знание например до соточки не знаю там увеличить да и обычно в стенах очень много ценных предметов вспомните как сколько было во втором полезных вещей мне предупреждали что здесь противно серьезно а вот они стоят так это терпимо 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 будем терпеть здравствуйте смирно грегас говорит группа воинов не сломленных встает на вытяжку когда их голова замечает ваше присутствие я бы спросил друг ты или враг не сломленным но в этих краях у нас нет друзей объяснить чем зачем пришел или убирайся мне некогда заниматься прихотями всяких бродячих дураков я хочу закончить эту экспедицию исчезнуть отсюда прежде чем мы станем кормом для погибели я просто хочу найти кое-какие артефакты не собираюсь вам мешать ты еще глупее чем я мог подумать если я рассчитываю что я позволю тебя прочесать старые стены чтобы лишить нас наследие оплота презрительно фыркает и качает головой как бы меня не при не привлекала идея того что твой изуродованный труп будет украшать те залы я не привык полагаться на удачу тогда не будем делать вид что мы можем сделать что-то кроме того что собираемся сделать он дает знак своим солдатам вытягивает оружие за плот почему все лезут постоянно почему постоянно не лезут сражаться я же ничего плохого не сделал ну да предал их с кем не бывало зачем так злиться сразу сходу я не понимаю хорошо же вроде сидели общались поехали резкий был звук стоять стоять на ученицу поперл этот пупырь ну ладно я не достаю по нему вот блин лучше поэтому трех троим тогда работать получается так так оглушение срабатывает сейчас давай сразу же хромату на этого упыря и будем отходить а ты куда ты тоже к ней ну вот вы какие болен неугомонные вот был бы танк у нас типа барика какой-нибудь все было бы проще статический разряд пожалуй проверим за пошел к вставать и что у него по урону 1924 и вот она за зарядилась что в результате урон 1320 базовый урон возрос и прикрыт попадание оружием этих уклонений правда конская мне бы атаковать того упыря но для того чтобы до того упыря дойти мне нужно допрыгнуть сюда для начала жалко 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 ладно тогда пока так уходит фуга пробегает так там таунт прошел нот фуга может поэтому пострелять потому что у него уклонение слабое слабенько слабенько все равно слабенько ранение под пошло у этого товарища восстановление хп идет к сожалению перебить я его скорее всего быстро не смогу хотя попробую как попробую вроде я быстрее его сейчас подниму воздух хорошо можно удерживать еще некоторое время он все пытается скастовать ой не так фуга побежал желательно выше не убегать потому что там там же еще какие-то контролем контролем разводим о точечный помните там был урон можно дополнительно нанести в зависимости от ой сколько там сложные формулы 93 урона от эффектов от эффекта 93 урона стоп там же было максимум 80 кажись 85 может там крит был от эффектов еще а критическое попадание причем бросок 21 благодаря точности высокой да это очень хорошая вещь надо и второй подруге тоже сделать такой добивающий добивающий скил а фуга пока бежит все мне норм правда она вообще стреляет пам-пам-пам так бобер давай что нибудь фаербольчик какой-нибудь закидываем хромота пошла заморозочка парализация еще паралич взрыв и можно кстати этого и обилки она же откатывается быстро вон она очень хороша прям очень хорошо давай ты добиваешь и так ваншот не точно раз и все это какая-то 118 чистого урона офигеть тоже критическое попадание бросок 32 так срочно после этого поставить аналогичное заклинание на молнию второй подруги или модернизировать текущий электрошок ну что электрошок есть крутая штука такое количество урона пусть ладно по одной цели пофиг хотя там его можно и по можно да да это не 118 там еще базовый урон прибавляется да так что так что он действительно больше урона еще заходит так электрошок у тебя сейчас закончится битва я смогу тогда заняться заклинаниями о ироним какой-то суждено ли мне стать следующим книгачей показывает с книгачей у нас хорошо все вообще пером на трупы не сломленных и закусив губу заканчивает последние строки записки я не хотел подслушивать вашу ссору но теперь став невольным свидетелем вынужден ее записать это мой долг он скручивает лист пергамента в толстую трубку можешь уничтожить запись но предупреждаю книгачей в долгая память я уже знаю тебя как гасителя пламени тушителя углей хотя насколько я понимаю горячая библиотека была лишь одной из глав твоего наследия кстати какой была старая цитадель ладно не отвечаю поговорили могу только предполагать что ты как новый смотритель раз пути литяны намереваешься подарить бедному селению хотя бы иллюзию стабильности но кто я такой чтобы судить короче меня зовут повелитель огня обязательно упомяни это несколько раз вообще великолепно великолепно реально второй вариант меня зовут повелитель огня обязательно упомяни это несколько раз давай длинный шлейф пера книгачей танцует под мелодию яростного царапания аха да да можешь не сомневаться я постараюсь не упустить ни единых не единой Подробности Так и Но сделай заметку Что не я начал бой Я только его закончил На его покрасневшей листе появляется улыбка Он яростно исправляет записи на листе Записано И чем скромный писарь может тебе помочь Он проводит пальцами по волосам Останавливает перо за ухом Я так понимаю мы оба ищем предметы Скрытые во мраке старых стен Я ищу Инсигнию непоколебимости Расскажи мне артефакты Очень занимательный предмет А прославленная Военная история плота окружила их такой интригой Инсигния непоколебимости Появилась в каждом бою Несломленных В которых сражался Реген Асписан Асписан С годами она стала чем-то Вроде знамени Которая сплачивала И воодушевляла солдат И одно ее присутствие Способствовало множеству Видных побед Он качает головой Со вздохом Показывая рукой На массивный каменный Горизонт старых стен Она внутри Но не бывает хороших Открытий без трудностей Он показывает на широкую брешь В ближайшей части Древнего каменного сада Мы вместе с несломленными Пытались вернуть Несколько важных реликвий Из старых стен Но этому плану Помешало падение бичевателей Раз уж мы об этом говорим Я понимаю Что у распустилитьяны Есть Кое-какие проблемы С бичевателями Вообще уже нет Тебе придется За ними следить Если хочешь обеспечивать Какую-то стабильность В регионе Да Желаю удачи В ходе нашей первой Трагической попытки Пройти в старые стены Мы нашли кристаллы Я видел подобные и ранее Но свидетелями О том что мы Но сведениями О том что мы О них не знаем Можно целую библиотеку заполнить Он поднимает дрожащий палец К сожалению Когда на нас напали Мы отделились Отделились от людей Грегоса И один из солдат Остался в серых стенах С этим кристаллом Его труп Точнее говоря Где лежит тело На юго-востоке От пролома Будь осторожен Там все еще могут охотиться Эти существа Что делает кристалл Похоже это часть Охранной системы Старых стен Что дальше Когда у тебя будет кристалл Ты сможешь пройти В первый зал Конечно учитывая Нашу неудачную попытку Можно понять Почему мне не хочется Возвращаться в старые стены Мой писарь Джавала Погибла в ходе Этой вылазки Бедная девочка Он обрывает свою речь Чтобы внимательно Рассмотреть вас Не хочу показаться Излишне любопытным Но Магоборец будет Верность Тебе служить По ту сторону бреши Хотя может И не защищать От всех ужасов Этих Неблаговидных существ Надеюсь Безмолвный архив Наделил тебя Пониманием того Что в старых стенах Нужно соблюдать Осторожность Подобные места Усеяны ловушками И опасностями Которые могут взять вверх Даже Над самым Бывалым приключенцем Привет босс Ты поздно пришел Я отвечу на любые Твои вопросы Хотя уверен Ты сможешь рассказать Это все До свидания Так Светоключ Правый нижний угол Это раз Ну текущей локации Собираем лутецкий Перчатки Простые Копочки Влажная рана Превосходное качество Пробивание брони Двуруч Прикрит попаданием Вытягиванием здоровья Бронзовый меч Из оплота Столько шмоток И продавать некуда Я могу вернуть Конечно В шпиль И продать все это дело И даже их тратить Особо некуда сейчас Перед вами возвращается Огромная дверь Похоже это вход В старые стены И нужно вправо Вправо уходить Куда-то Видимо вот здесь Вот спуск Он там погибели Ё-моё Посох погибельного касания Здравствуйте Восстановление очень маленькое Можно спокойно Призрачный свет Прикрит попадание Оружием Вытягивается здоровье Я не помню Какой у неё посох Сигил истощения Истребления Тут у неё получше Тоже лесом идёт Вроде Хороший посох Но он точно хуже Моего основного Который Тут посох часов И Менее полезен Чем этот Спосоха Если б я бил Спосоха То да Можно было рассмотреть Вариант Замены Можно сделать это Можно сделать это О, да тут Пройти можно внутрь Ой И слева и справа Кто там такие Бичеватель Бичеватель Три бичевателя Ладно, но учитывая то, что их три И все они огненные Это Несколько упрощает задачу Потому что Кто там ломает С6 А5 Красавчик Просто красавчик Кто такой? Новенький Много смурфов Отключаю все Второй Третий Четвертый Пятый Шестой Седьмой Восьмой А, и основной аккаунт Да, ищем Что ж ты так, а? Это спецсимволы Мы их специально не отключаем Ну, потому что Можно всякие Интересные вещи рисовать Но есть Товарищи, которые Что-то рисуют Непонятно Итак Я хочу Во-первых Давай статический разряд Ладно Хотя он мне не очень нравится Два Огонь Точно нет Электричество Три То, что они разбегаются Это мне тоже Не особо нравится Ну, что ж поделать Успел? Вроде успел Испугу Пошел Нифига уйти не может Стоп Какого лешего? Почему ты не можешь? Сейчас может И вроде она видела Что происходит Но уйти не могла Странно, конечно Так Так Ты стреляет так Ты давай Делай Электрошок Ну, скажем, на этом И можно Электрошок на этого Сделать тоже Урон очень хороший Даже Испередно, что там Недостающие типа ХП Вот смотрим Раз Все Ваншот Ну, он фактически 90 урона 90 плюс 34 Все Это имба По недостающему урону Вот эта вот Обилочка Ее Надо, может, с другими Сейчас заклинаниями Посмотреть Но она То есть Твоя задача Только Как-то первично Человека ранить А потом уже Потом все просто Ну, все Коротенькая сегодня Трансессия Получилась Но уже пора Зая Как-то он Восстановил 200 хп Просто взял И восстановил С электрошоком Смотрите, как танк Стоит Вот Какой урон 1-1-1-1-6 Это хилый У нее был Ну, колоссальный Армор Защита от Всего Что только Можно представить Еще сверху Песни идут Снятие негативных Эффектов Характеристики Повысились Все Плюс Новый Новый Создал Сопротивлением Сопротивлением По-другому Нельзя было Так же, как и С опальными Тоже нельзя было По-другому Ну, такая вот жизнь Такая судьба У Повелителя Огня Благодарю вас За то, что смотрели За то, что болели Увидимся с вами Скоро Пока Продолжение следует... Редактор субтитров